24 сентября состоялось первое заседание Совета городского округа Вуктыл 2 созыва, в котором приняли участие 10 избранных депутатов, а также представители администрации округа и заведующие общественной приемной главы Республики Коми по городу Вуктылу. Частью 2 статьи 22 устава муниципального образования городского округа Вуктыл, территориальная здравоохранительная комиссия города Вуктыл постановила созвать первую сессию вновь избранного Совета городского округа Вуктыл 2 созыва 14.00 часов на 0 минут 24 сентября в зале заседания администрации городского округа Вуктыл. Разрешите мне, уважаемые депутаты, избранные депутаты Совета городского округа Вуктыл, приглашенные, позвольте мне открыть первое организационное заседание Совета городского округа Вуктыл 2 созыва. Перед началом заседания Гульнара Идрисова поздравила избранных депутатов, ознакомила присутствующих с постановлением территориальной избирательной комиссии города Вуктыла и вручила депутатам временное удостоверение, а также пожелала им успешной и плодотворной работы на благо округа. Председательствующим на первом заседании Совета в соответствии с действующим регламентом стала Валентина Терехова. В повестке дня было три вопроса. Избрание председателя Совета округа из числа избранных депутатов, избрание заместителя председателя Совета округа и ознакомление с информацией по поводу предоставления избранными депутатами справок о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера в установленные сроки. Поскольку избрание председателя и заместителя председателя Совета проводится путем тайного голосования, была выбрана счетная комиссия, в состав которой вошли Андрей Третьяков, Геннадий Голованов и Рустам Валиолин. На пост председателя Совета городского округа Вуктыл второго созыва были предложены следующие кандидатуры – Виталий Олесик, Макар Макаренко и Андрей Третьяков. Макар Макаренко взял самоотвод. По итогам тайного голосования председателем Совета округа стал Виталий Олесик, за которого проголосовали 8 депутатов из 10 присутствующих. На должность заместителя председателя были предложены Валентина Терехова, Геннадий Голованов. Геннадий Голованов взял самоотвод. Также он высказал мнение, что это должность для более молодого депутата, который хорошо зарекомендовал себя в предыдущем созыве и предложил кандидатуру Зинаиды Головановой. В результате итоги голосования были признаны недействительными, так как оба кандидата набрали равное количество голосов. Поскольку некоторые положения регламента работы Совета городского округа Вуктыл не соответствуют уставу городского округа, было принято решение сначала привести в соответствие с уставом округа регламент работы Совета и лишь затем проводить избрание заместителя председателя. Депутаты приняли к сведению информацию о том, что в соответствии с действующим законодательством в указанный срок они должны предоставить в отдел по противодействию коррупции администрации главы Республики Коми справки о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера на себя, супругов и несовершеннолетних детей. Субтитры создавал DimaTorzok